К нашему эфиру присоединяется Владимир Вячеславович Фисенко, политолог. Владимир Вячеславович, приветствуем вас в эфире Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, мне кажется, что любые выводы по поводу президентства Дональда Трампа, а главное его второй каденции, преждевременны на данном этапе, как минимум. Но вместе с тем очень важно слышать заявления наших европейских партнеров о том, что они в любом случае готовы не просто продолжать поддержку Украины, но и, более того, усиливать ее. А как вы считаете, насколько вот эта вот увеличивающаяся, возможно, стабильная поддержка со стороны Европы может подстегнуть и Дональда Трампа к более активным действиям, конечно, в пользу Украины? Нет, я думаю, что тут будет работать другая логика несколько, но Трамп вынужден будет считаться с этой ситуацией. Хотя отмечу такое важное обстоятельство. На самом деле Трамп и значительная часть его команды, они хотят перекинуть ответственность на помощь Украине только на Европейский Союз. И это, кстати, может быть определенным риском, потому что только не получится. И слава богу, и у самого Трампа, и у его команды есть понимание, что даже для переговорного процесса завершения войны, а это сейчас такая голубая мечта Трампа, необходимо использовать в качестве рычага давления, в том числе и на Россию, вопрос о военной помощи Украине. Это, кстати, аргумент, потому что много есть таких апокалиптических ожиданий. Трамп прекратит военную помощь Украине и так далее. Не прекратит. В том числе и потому, что для него это будет инструмент, который он будет использовать для давления на переговорный процесс. И на нас будет оказывать давление, чтобы мы соглашались на его предложение. Но это будет инструмент давления на Россию. И это, кстати, одно из предложений его советников. Если Россия будет отказываться идти на уступки, искать компромисс, соглашаться на предложение Трампа, тогда надо увеличить военную помощь Украине. Поэтому я думаю, что Трамп тоже продолжит военную помощь Украине. Но вот это давняя история, что Трамп хочет, чтобы европейцы сами думали про свою оборону. И здесь тоже есть две стороны. С одной стороны, нельзя разрывать партнерство, евроатлантическую солидарность между США и Европой. Я думаю, что сейчас очень многие люди будут убеждать Трампа в этом. И в США, и в Европе. С другой стороны, как многие обозреватели отмечают, говорят, ну это сигнал и европейцам. Нельзя надеяться только на американцев. В принципе, идея правильная. За время нынешней войны, полномасштабной войны России против Украины, многие европейские страны увеличили затраты на оборону. Но многие до сих пор не вышли на рубеж норматив, который существует в НАТО. 2% от ВВП на оборону. В свое время, когда Трамп был президентом, всего лишь, по-моему, 6 стран Европы соответствовали этому нормативу. И отсюда и возмущение Трампа, что, мол, американцы платят за оборону, а европейцы даже платить не хотят. Поэтому ситуация меняется. И Трамп здесь выступает в роли катализатора. Так что в противоречивой позиции Трампа, в том числе есть и положительные стимулы, и то, что европейцы сейчас начнут более активно думать и о необходимости поддержки Украины, об укреплении собственной безопасности, укреплении собственной роли в НАТО. Я считаю, что это положительная тенденция. Какие бы мотивы ни преследовал Трамп, в данном случае он подталкивает европейцев к большей активности в вопросах безопасности. В том числе и к активизации помощи Украины. А скажите, Владимир Вячеславович, если мы говорим в целом о подходе Трампа к тому, как в дальнейшем он будет развивать отношения Соединенных Штатов Америки со странами Европейского Союза, и, соответственно, давайте в целом не европейские союзы, а Европа и Украина, мы понимаем, что так или иначе это будет касаться и наших вопросов, соответственно. И мы вот сегодня видим, что собрались даже в Будапеште, страны Европейского Союза, на этот саммит европейского политического сообщества, для того, чтобы поднимать и, собственно, этот вопрос. Каким образом в дальнейшем, да, возможно, самим реагировать на те вызовы, перед которыми столкнется, возможно, да, Европейский Союз. Владимир Вячеславович, а насколько, по вашему мнению, в целом, да, вопрос Украины будет, скажем так, вплетен в общую позицию Соединенных Штатов Америки по отношению к Европейскому Союзу? Вот как они, возможно, между собой будут пересекаться? Нет, вплетен будет, это точно. Конечно, просто сейчас для Трампа на первом месте во внешней политике. Ну, приоритет Китая будет, и вот в этом проблема для Европы. Но на первых порах, конечно же, для Трампа один из главных приоритетов – это вот инициирование переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. А вот дальше, как он будет действовать, если Путин не согласится? Вот это будет вызов. Но европейцев он будет подстегивать и постоянно напоминать им об этом на разных площадках и в двустороннем общении, в многостороннем, о том, что Европа должна увеличить расходы на оборону. Я считаю, что это как раз будет стимул, который будет в том числе соответствовать интересам Украины. И хотя бы косвенно, но это может нам помочь. Фактор Трампа будет также способствовать пониманию европейцев необходимости не просто сохранения, а усиления помощи Украины. Потому что для европейцев очень важно, чтобы Украина выстояла, и чтобы угроза Путина не стала угрозой уже не только для нас, но и для Европы. Но в отношениях между ЕС и США будет очень много таких непростых моментов. Они касаются и торговли. Трамп сторонник протекционизма. И вот, скорее всего, будут очень непростые переговоры в перспективе по поводу торговых отношений между ЕС и Соединенными Штатами. Нас это напрямую не касается, но тем не менее, как бы косвенно для нас... В чем проблема? Для нас важно, чтобы сохранялась европатлантическая солидарность. Вот это главное. Если усилится противоречие между Трампом и европейскими лидерами, ну, это не очень хорошая тенденция. Поэтому надо бороться за сохранение вот этого политического, не только военного, но и политического союза между США и Европой. Еще один важный момент. Могут появиться, и они уже есть, на самом деле, некоторые европейские политики, которые будут пытаться разрушать европейское единство, выступая в роли лучших друзей Трампа. Это Орбан. Вот вы упомянули саммит, который сегодня состоялся в Будапеште. Это саммит европейского политического сообщества. Это новый проект. Проект, инициированный Макроном. Это не просто собрались в Венгрии и не по приглашению Орбана. Венгрия принимает этот саммит, ну, в том числе, как страна, председательствующая в ЕС. В прошлом году этот саммит был в Молдове. Первый саммит был два года назад в Праге. Это новый проект. Проект, кстати, интересный, потому что он объединяет не только страны Европейского союза, но и европейские страны, не входящие в ЕС. И с точки зрения европейской солидарности, он очень важен. Я думаю, что этот проект перспективный, и Украина надо активно в нем участвовать. Я думаю, что на перспективу тоже надо предлагать, чтобы один из будущих саммитов состоялся в Киеве. Но мы уже видим сейчас, Орбан пытается, к сожалению, играть некоторую расходническую роль. Вот это опасно. И Европейский союз должен демонстрировать единство в отношениях с Трампом, чтобы не было отдельной сепаратной игры, отдельных европейских лидеров, которые бы играли на каких-то слабостях Трампа, играли на противоречиях внутри Европейского союза. Но так или иначе, я думаю, что базовые ценности, базовые интересы, в том числе интересы безопасности, будут объединять и США, и Европейский союз при всех трениях, при всех противоречиях, каких-то личностных несогласиях, связанных с Трампом. Я думаю, что евроатлантическая солидарность будет сохраняться. Она пройдет испытания сейчас, в ближайшие годы, как это было и в первое президентство Трампа. Но при всех опасениях, ведь в первое президентство Трампа НАТО не было разрушено, и США и Европа не стали врагами. Не всегда находили общий язык, но все-таки сотрудничество продолжалось. Думаю, что и сейчас будет непростой процесс, но сотрудничество останется, в том числе по отношению к Украине. И, кстати, Европейский союз подстраховался, и США тоже. Подстраховались на случай вот этой турбулентности, и согласовали вот окончательно уже в октябре пакет помощи для Украины от стран большой семерки на 50 миллиардов долларов. Он касается и военной помощи, отчасти финансовой. У Европейского союза есть отдельная программа поддержки Украины, Ukraine Facilities. Она рассчитана на 4 года, уже действует, и будет действовать и в будущем году в том числе. Так что в этом плане я считаю, что Украина будет в любом случае присутствовать в повестке и политики США, и Европейского союза, а также отношений между США и Европейским союзом. Хочу также озвучить о том, что французский президент Эммануэль Макрон дал совет Европейскому союзу после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США. Политик считает, что вот конкретно сейчас время скоординированной стратегии. Об этом заявила спикер французского правительства Мот Брежон французскому медиу БФМ-ТВ. И отметила, что Франция должна поднять голос в Европе за больший суверенитет, чтобы сохранить единство. И вот здесь такое ощущение, что некоторые европейские лидеры ощущают в связи с победой Трампа возможный для себя определенный шанс для того, чтобы проявить больше лидерства, что ли. Потому что на неком таком ажиотаже у кого-то восхищение, у кого-то недопонимание, что будет дальше, возможно и реально занять какую-то новую позицию. Как вы считаете, в случае с Эммануэлем Макроном, насколько это действительно работающая стратегия? И правда ли у него, по вашему мнению, могут быть такие амбиции? Нет, но эти амбиции он уже давно высказывает. Я напомню, что они новые идеи. Они появились не сегодня. Макрон еще в первые годы своего президентства он старался наступать в роли такого европейского визионера, призывал к реформам внутри Европейского Союза, к укреплению европейского единства. В том числе Макрон уже тогда, еще даже до российского полномштабного вторжения в Украину призывал к тому, чтобы Европа стала укреплять свою собственную систему безопасности. И я помню, даже сейчас иногда такие тезисы звучат, что мол, зачем? Это будет дублирование, есть НАТО, вот НАТО, есть зонтик безопасности со стороны США, зачем нам дублировать, создавать какие-то отдельные структуры обороны и безопасности внутри Европейского Союза? А в итоге лойка Макрона все-таки работает. Кстати, и до победы Трампа. Я вот обращу внимание, сейчас в составе Европейской комиссии появилась должность комиссара по обороне. И, кстати, ее занял наш большой друг, бывший литовский премьер Кубилюс. Поэтому вот уже практическая реализация, пока лишь частичная идея Макрона. Макрон вообще выступает даже за создание некой огненной европейской армии. Ну, тут есть и личный интерес Макрона, и Франции, и национальный интерес Франции. Франция надеется, продвигая этот проект, быть лидирующей стороной в этом проекте. Потому что Франция, кстати, единственная страна, имеющая ядерное оружие в Европейском Союзе. И Франция явно претендует на роль лидера в политике безопасности ЕС. Так что и вот проект нынешний, проект, который мы сегодня уже вспоминали, саммит европейского политического сообщества, это тоже идея Макрона. Макрон хочет видеть Европу более широко, не только в рамках ЕС. И, кстати, это правильно, потому что в укреплении европейской системы безопасности, которая должна противостоять Путину и путинской агрессии, должны участвовать не только страны ЕС, Великобритания, Украина может участвовать. И в этом смысле я считаю, что идея, которую высказывает Макрон, это идея в правильном направлении. И они уже начинают работать. Угроза со стороны Путина, а также специфика Трампа, который говорит, пусть Европа сама занимается проблемой своей безопасности, ну, это толчок. Толчок думать действительно о том, чтобы укреплять общеевропейскую систему безопасности, которая бы смогла противостоять путинской агрессии и в том числе помогать Украине. И Украина могла бы стать частью этой системы безопасности. И, кстати, в перспективе это могло бы быть одной из гарантий безопасности для Украины. Если вдруг возникнут проблемы следствия в НАТО, то может быть некий параллельный альтернативный вариант участия Украины в этой новой европейской системе безопасности. Пока это чисто теоретический вариант. Но то, что такие идеи сейчас появляются, обсуждаются публично, официально. Я считаю, что это очень правильно. В этом плане Макрон выступает не в роли фантазера, а в роли того, кто человек, который подталкивает Европу правильно. Владимир Вячеславович, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Благодарим. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.